Вот реально очень важная тема, какого блогера вы не любите, например. Пишите там в комментах, которые блогер вас просто раздражает и убешивает. И на ютубе, да, не обязательно из топов, из популярных там все херня, а из обычных таких средничков до 500 тысяч, да. Ну, в общем-то, из всех вообще меня раздражает больше всех киноман. Этот человек как бы не относится никому с уважением, вообще никого не уважает, на всех плюет. Как бы, да, у него была как бы Дэнди новая реальность, эта сопередача, да, старого слона, приключение старого слона, как она называлась, да. И поэтому все стали его смотреть, в общем-то. Но не знали тогда, что он никого не уважает вообще, да. Вот, это Кулхарт ему повлиял так. Что он так никого не уважает, ничего не знает, да, и хочет постоянно вернуться в 90-е. Пусть как анекдот про это самое новальнистов. Вот, типа, сейчас налоги, сейчас все, власть плохая, да. А спрашивают, а что, в 90-е было лучше? А отвечают, а в 90-е, конечно, было лучше. В детский сад пошел, да, там, покушал, поспал, да, и домой. Вот, и так тут же. То есть он воспоминание о детстве превращает в какую-то ностальгию. И это психопатология, это надо лечиться. Я и сам страдаю таким иногда, да. Но когда в депрессию впадаю только, а так я не болею такой хренью. Если в здоровом виде этим болеть, это значит все. Это психиатрический диагноз, это должно лечиться на дурдоме, да. Но вернемся к теме неуважения, да. Типа, он как бы инвалид, да. Но при этом он всех вообще не уважает никого, никого ни во что не ставит, да. Ни донатеров, которые у него есть, смешно, что у него есть не тех, кто там им комментарии пишет, поскольку он банит, фильтрует. Как, черт знает кто. Вот. Так что это фигня, да, киноман этот. Не смотрите его, если вы смотрите, отписывайтесь, да. Хуже него нету просто, не существует в природе. Какой блогер, вот представьте, блогер хуже киномана. Нет, просто жаднее, тупее и непрошареннее, да, посострявший в 90-х. Мало того, что он застрял, он еще проагитирует, да, детей. То есть вот эту тошнальгию, как называют, вот эту ностальгию, псевдоностальгию на разводе, да. По самому ужасному времени России практически он разводит на кучу, да, вот этих, да, на школьников. То есть он заражает школьников, то тошнальгию, да. Взрослые его не смотрят, только редкие исключения. Пару человек, может быть, не знаю, сотни тысяч и сотни тысяч, да. Только, может быть, два человека его знают, и то смотрят только один, и то раз в год пишут комментарии хвалебные. А он плохие все удаляет, там, 90% комментариев просто ужасных, ты типа придурок, да, вот такие. Они все забанены там. Если бы мы банлистки на манию бы увидали вот этого канала, там бы, не знаю, там, подписчиков у него, сколько у него, 160 тысяч или 200? Мы бы видали, что 90% забанено. То есть 160 тысяч, значит 140 тысяч забанено. А если там 200 тысяч, вот, то забанено, соответственно, где-то тоже 170, может, 180 тогда. Из них тысяч человек забанено просто за плохие комментарии. Вот такое вот модерирование у них. Но это сейчас модно на многих каналах, никакого либерализма. Это у меня тут полная свобода, либерализм. Что хотите, то и пишите, да. А там вот такие вот дела. Вот, то есть, да, на этих каналах, да. Вот, да, и Кулхард еще один. Вот Кулхард, я хочу привлечь, который к этому, к стриму, который вытащил этого Гринева-Киномана, да. Злобного миопата, жадного, жадного карлика вытащил. Он как раз-таки научил, что никого не надо уважать, да. Сначала Киноман, вовремя, нормально себя вел, а потом это научил, что никого не надо уважать, только себя. Как мы, типа, прикажем, так и будет, вот. Вот такое вот дело, поэтому я их терпеть не выношу. Ни Гринев, ни Киноман. Извините за мысли в кучу, да. Но как-то я без сюжета, да, они там готовятся, лан пишут, то есть, да, по главам разбивают. Я тут просто взял и записал, без всяких этих самых, да, сложностей, да. Я даже не знаю, хорошо ли запишется, поскольку тут ветер. Тут, наверное, задует опять весь микрофон. И против солнца снимаю еще. Вот. Так, я уже села, подсидел, все. Не, тут-то точно ветер, тут точно задует. Надо опять, значит, сесть вот так. Вот. Киноман – это живое мерзение для меня, я не могу прямо его смотреть. Пишите в комментариях, кто для вас самый худший, вот прямо вот. Кто вас злит больше всего, без причины просто. Причину потом можно найти. Напишите, кто вас больше всего злит на Ютубе, в комментах, вот прямо под этим видео. Если досмотрели, если вы начали смотреть, пишите, вот. Вы можете мое мнение обсуждать, как хотите, там, что, хоть на ушах стойте. Я замечаю, потому что многие люди на ушах стоят, а потом падают, вот он опять начинает на ушах стоять. И так постоянно. Не знаю, зачем это сделают. Хотите, стойте, да. Но напишите, кто вас раздражает больше всего. Может, просто без причины. Просто вот этот человек раздражает больше всего. Мы потом обсудим. Если я его не знаю, я его потом посмотрю, мы потом обсудим его, да, обязательно. Не знаю, в этих комментах или даже по некоторым можно отдельно видео запиливать, как злобный хейтер. Хотя я никого не хейчу просто так. Не хейтерю никого. В общем-то, всех уважаю, кто это самое, и уважительно себя ведет по отношению к пользователям, к случайным людям. Вот, вот так. А кто не уважает, да, никого? Кому вот как киноману донатит 20 тысяч, он говорит, иди ты нафиг. Да откуда вы такие беретесь, говорит. Вот, дурачок. Ничего, то есть, да, вообще. Ничего не понимает, все это такое, да. Я офигею, да, конечно. И еще от Ванамаса офигею, и от Важелинка, когда он в доту играл. Но он, слава богу, прекратил вроде как в доту играть, да. И хорошо бы он еще прекратил на твиче стримить, это было просто супер. Устаял бы только ебаторий. Вот, вот это было бы супер. От Важелинка, да. И Ванамаса вот лучше бы прекратил тоже в доту играть, тем устраивал бы это самое нормальное, да. Вот, дотники меня тоже вздражают, но это такие. Потому что увлечения у них не нравятся категорически. Они теряют время свое драгоценное, при том молодости, которое потом никогда не будет возможно вернуть. И это очень жалко. Хочется по башке дать за трещину, чтобы они начали наконец понимать, да. Еще меня бесит, конечно, этот самый пропагандон и всякие, да. Особенно Гоблин, почему-то, не знаю. Их много сейчас там в Ютубе, да. И с РНТВ, со всяких, да, с телевизора вылезают. Но почему-то вот Гоблин, мне больше всего не нравится, потому что он врет сам себе. Если бы сейчас настало то самое явление, которое он обсуждает, которое он хочет, его бы просто расстреляли, да. Отняли бы студию у него, его бы раскулачили и расстреляли. Если бы было то, что он хочет. Так что он просто пропагандирует то же самое, как киноман. То есть прошлое хочет вернуть. Но при этом, как бы, говорит, что все будет хорошо, думает, он будет крутым. А его в таком прошлом, которое он хочет, его пермы же грохнут, и все. Вот, так что идеи Гоблина обсуждаться вообще не должны, по идее. Потому что он маразматик жуткий вообще, да. Типа, ой, мы хотим в сталинские времена воскресить Сталина, да. А то, что он бы его грохнул, и пофигу, да. Вот. Это многие, кстати, коммунисты, молодые псевдокоммунисты таким гордятся, да. Типа, да, вот. Восстановите мне. Мы хотим еще, вот, чтобы капитализм оставился, чтобы был свободен, но при этом, чтобы еще... достоинство вот этого вот распределения, да, которого никогда не было, которое там вообще дичи творилось на самом деле. Чтобы это еще и было и такое. Но не будет, к счастью, такого, да, потому что если будет как они, они первые взводят, и не проживут двух дней, они пойдут вешаться тогда. Потому что если сбудется за то, что они хотят, то они просто вешаться, пойдут. Они не смогут там жить, потому что это пиздец за них будет, как тяжело. Вот. Так что они не выживут без капиталистической вот этой системы. Хотя она и плохая, но лучшее, что есть. Вот. Они не выживут просто. Их тоже. Они просто сами повесятся. Если гоблин просто в тюрьму поедет, он будет там сопротивляться несколько лет, да, и в подвале с ружьем сидеть в своей студии, чтобы не отдавать на колхоз, да, свою студию, под телевидение, единое, единое телевидение совок, да, а эти будут им, не выдержат даже двух дней, вот эти школьники, псевдокоммунисты, которым 20 лет, которые не видали с Советского Союза, 20, 25, даже 30, даже, до 35, да, они просто не выдержат, они просто сами повесятся на второй же день, когда жрать кончится, когда деньги не будут приниматься, то есть революцию делаешь, денег нет у тебя. Ты полгода сам должен по должному корму уживать, не смогут повеситься на второй день, холодильник опустеет, на второй день повесится. Вот такие вот дела, давайте обсуждаем блогеров. Какой блогер худший, пишите в комменты еще раз, напоминаю, пишите, давай, прямо сейчас, видео кончилось, пишите прямо сейчас. Да, ставьте лайк, дизлайк, не знаю, но киномана я любить все равно не буду, хоть тысячу дизлайков наставьте, хоть 500 лайков. Он жадный, жадный, и какой-то такой мерзкий, противный, такой, такой, да, и настаиватор еще живет в прошлом, жить в настоящем, перестраиваться, хватит, в Денте играть 2050 года.